Что мы знаем о Советском Союзе? То, что он был создан на немецкие деньги, то, что в начале 80-х годов он был уничтожен коммунистами, это общеизвестно. Но есть масса подробностей, которые неизвестны даже тем камчатцам, что жили на полуострове со второй половины 50-х годов до конца 70-х и неоднократно этот самый Советский Союз видели, которые неоднократно пользовались им. Итак, к делу, речь идет не о большевистском краснобандитском геополитическом формировании под названием Советский Союз, а о турбоходе с таким же названием. О том турбоходе, о котором ходили легенды, что когда-то он носил имя Адольфа Гитлера. Но это не так. Хотите подробностей? Рассказывать подробности буду не я. Рассказывать подробности будет Сергей Сигачев, он же Перископ. Так звучит его псевдоним в уютном интернете, так называется его сайт. А сейчас Сергей Сигачев находится на Камчатке. В седьмой день сентября он прочитал лекцию в Камчатской краевой научной библиотике имени Семена Крашенинникова. Эта лекция была посвящена именно Советскому Союзу. Давайте посмотрим на Сергея Сигачева и послушаем его. Смотрите. Рад оказаться в этом зале, увидеть вас и, может быть, поведать вам то, что вы еще не слышали об истории нашего полуострова. А именно турбохода Советский Союз, который был одним из символов морского флота Камчатки и вообще Дальнего Востока целых 23 года. Но вначале немножечко о себе. Меня представили. Зовут меня Сергей Сигачев и ник Перископ в сети, в живом журнале, в ВКонтакте и так далее. Но я занимаюсь железными дорогами в основном. И основная аудитория у меня это те, кто интересуется историей железных дорог. Почему же я связан с этой темой морского транспорта и на Камчатке так далеко, где нет никаких железных дорог? Дело в том, что судьба так сложилась, что я 20 лет отдал Камчатке с 1976 по 1996 год. И поэтому теперь уже навсегда связан с полуостровом. Ну, как вы помните, можно мальчика вывезти из Камчатки, но Камчатку из мальчика уже не выведешь никогда. Так что она всегда со мной. И хотя я живу уже 18 лет в Санкт-Петербурге, я Камчаткой плотно и занимаюсь, и постоянно слежу за новостями полуострова. И в частности я занимаюсь историей и морского транспорта, который ходил на Камчатку. Советский Союз лайнер, он ходил почти четверть века на Камчатку. И почему так я им проникся? В возрасте 12 лет меня привезли на Камчатку родители. И я увидел в один прекрасный осенний день 1976 года гигантский белый корабль, о котором ничего не было в общедоступной литературе. Я был настолько поражен этим тогда, ну детским таким взглядом. И в какой-то момент, ну 13-14 лет, сами знаете, это возраст такой безбашенности, когда ты делаешь иногда и то, что нельзя на грани каких-то нарушений. И вот я в один прекрасный день проник через дырку ограждения морского порта в районе Дофа на территорию порта и без каких-либо проблем прошел прямо на Советский Союз. Тогда, в 70-е годы, не было никаких особых каких-то тревог, сигнализаций, каких-то вот больших таких строгих вахт. Ну можно было совершенно свободно пройти, когда выгрузились пассажиры, и пароход стоял у причала. И вот я проник туда и был поражен еще больше. То есть для мальчика, который не видел каких-то там московских или петербургских дворцов, это было что-то. То есть такие интерьеры, шикарные лестницы, везде бронза, красные ковры, какие-то барельефы, огромный бронзовый герб Советского Союза, заглянул в ресторан, там такой полукруглый зал с плафонами. Это было, конечно, для меня нечто запредельное, такая бомба. Я никогда до этого не знал, что на кораблях у нас, в Советском Союзе, могут быть такие украшения, и настолько богато украшены такие вот интерьеры. И, естественно, размеры, огромность. И вот через год я уломал родителей, взяли мне 15-рублевую путевку на этот Советский Союз. То есть там была такая традиция тогда, когда он приходил в порт из Владивостока, а там было четкое расписание, то у него было трое суток здесь отстоя, ну, на всякие разные процедуры. Так вот, корабельщики или их начальники, судовладельцы, значит, они устраивали круиз для школьников в Бухту Русскую суточный. То есть ты приходишь в 2 часа дня туда, ну, естественно, формировались группы, значит, тебя кормят, селят в каюты, всех расселяют по возрастам. Потом Советский Союз снимается, уходит в Бухту Русскую там, к ходу, я не помню сколько, но, по-моему, он ушел порядка 4 часов. Сейчас даже не буду утверждать, сколько. Ночь, он стоит в Бухте Русской, а рано утром снимается с якоря, приходит обратно в порт, и где-то порядка 10 утра все школьники, выспавшиеся, ночь там проведшая, значит, в этих вот развлечениях, они выгружаются, и круиз такой заканчивается. И все, знаете, было так по-взрослому, то есть на Советском Союзе же был большой очень экипаж сервисный, то есть школьников сажают, значит, в ресторане, ну, кого первого класса, кого второго, там у нас классов там не было, потому что путевка стоила вся 15 рублей. И вот тебя, как взрослого, официант подходит, спрашивает, что вы желаете. Ну, можно было выбрать там из нескольких видов меню то, что ты хочешь. Вот, уже даже это, то есть я был восьмиклассником, на меня это огромное впечатление производило, причем ты сидишь в шикарном ресторане, где такой огромный плафон, украшения, салфетки, и что меня больше всего поражало, подстаканники, где был написан Советский Союз и выгравирован именно этот турбоход. Вот, я, кстати, потом так и нигде и не нашел изображение этого подстаканника, к сожалению. Но он был, я его хорошо помню. Вот это фотография, которая показывает именно приход в наш порт Петропавловско-Камчатского, швартовку Советского Союза. Это приблизительно 78-й год. То, что это Петропавловск, вы видите по силуэту вулкана слева, буксируем. Зрелище швартовки было, конечно, тоже само по себе потрясающее, потому что он был огромным. И вот, вот то, что меня тогда поразило школьника, вот эти вот интерьеры. И вот, кстати, здесь виден этот как раз бронзовый герб СССР. Значит, раскрывались двери, и мы могли там заходить. Я уже не помню, какое это было помещение. Надо по плану смотреть светильники, бронза. В общем, это было, конечно, потрясение для здешнего мира. Ну, вот здесь уже это прибытие во Владивосток. Видно по лестнице, там было другое устройство, более шикарный большой морской вокзал. Что еще? Какие еще ассоциации школьника Камчатского были связаны с этим теплоходом? Это мандарины и апельсины. То есть, вот такая ассоциация сложилась на протяжении нескольких лет. Вот, когда приходит осенью Советский Союз, ни Русь, ни Ильич, то есть на этой линии ходило несколько пароходов, то Советский Союз обычно привозил новогодние, предновогодние апельсины и мандарины. То есть, они не лежали, как сейчас, круглый год, а тогда к сезону. И вот приходит он, и где-то на второй, на третий день все магазины, значит, заполнены этими мандаринами, запах мандаринов, раздают подарки в школах, раздают подарки в детских садиках. В общем, и вся Камчатка, можно сказать, она пахнет мандаринами после предновогоднего прихода этого судна. Вот эта ассоциация осталась такая прочная, вбитая. И когда сейчас я, перед Новым годом, значит, мандарины мы запасаем, то я всегда вспоминаю Советский Союз. То есть, это уже как не выбить. Но с Советским Союзом была такая странность. Его, как бы, не существовало в общесоюзной литературе, ну, где-то в энциклопедиях Советского Союза. Ну, вот в частности, здесь мы видим пятый том детской энциклопедии 69-го года. Если кто помнит, такая темно-коричневая 12-томник, я, собственно говоря, на ней вырос. И вот у меня был любимый пятый том, где повествование про транспорт, самое разное. Почему я потом и исследователем транспорта стал. Там был автомобильный, морской, железнодорожный, речной, авиационный и так далее. И вот мы смотрим, значит, энциклопедия показывала школьникам, какие флагманы типы судов Советского Союза. Вы видите пассажирский флагман наверху, Иван Франко. Ну, и вроде бы это получается, что самый большой теплоход Советского Союза. Но на самом деле это не так. Поскольку мы жили на Камчатке, то мы видели, что физически существует корабль гораздо больше. То есть, если мы возьмем водоизмещение Ивана Франко, это приблизительно 19 тысяч тонн. А Советский Союз был больше 23 тысяч, то есть где-то приблизительно на 15% больше. Он был абсолютно другой формы, то есть вот это послевоенные уже обводы, формы и стиль. А Советский Союз был довоенный и другой. Вот. Другой факт. Значит, в 59-м году был издан буклет про этот турбоход во Владивостоке мизерным тиражом в 3 тысячи экземпляров. Я его с трудом нашел только в 2015-м году. И, в общем-то, это просто библиографическая редкость, про него мало кто вообще знает, что он существовал. То есть, это было не общесоюзное издание, а вот такое корпоративное малым тиражом. И еще пример. Вот у нас всякие рекордные суда, самолеты, автомобили рекламировались в виде марок. Так вот, в 59-м году была выпущена марка про силуэтом Советского Союза без подписи, что это пароход как-то называется. Хотя силуэт узнаваем. И, ну, видно, что пассажирская линия Владивосток-Петропавловск. Тираж этой марки 2 тысячи. То есть, она практически просто разошлась по каким-то филателлистам. Естественно, ни в какие почтовые отделения не поступало. А вот для сравнения, что такое массовая марка и как пиарили суда. Вот смотрите, верхний это Советский Союз и речной флот, с которым путают. То есть, меня все время в начале моей исследовательской работы поправляли. Советский Союз это речное судно. Что вы такое говорите? Нету никакого морского Советского Союза. И вот эта марка была в 87-м году выпущена тиражом 3 миллиона 700 тысяч экземпляров. Вот это и означает общесоюзное распространение и популярность. То есть, про верхний речной теплоход знало очень много людей. А про нижний почти никого, кроме тех, кто жил в Владивостоке или на Камчатке. Ну и соответственно, раз этот турбоход как бы не существовал в массовом общественном сознании, то вокруг него стало ходить множество самых диких устных легенд. Вы знаете, я с какого-то момента стал тиражировать и записывать вот эти все ляпы. У меня их порядка 20. И вот одна из них это на портале русский обозреватель. Это уже 2007 год. Уже оголоски тех советских мифов. То есть, вот видите, и подчеркнуто. И только немногие знали, что пароход немецкий трофейный. И назывался он Адольф Гитлер. Ну, конечно же, это не так. Но вот моряки, которыми я общался в своей школьной, в школьном детстве и юности, вот они утверждали, первое, он назывался Адольф Гитлер или Великая Германия. Это два мифа. Еще один. А ты видел рояль, который стоял в музыкальном салоне? Видел. Так вот, он раньше стоял в рейхсканцелярии. Вот была вот такая легенда. Причем она очень такая прочная была. Что это рояль из рейхсканцелярии. И, в общем-то, таких легенд еще около десятка можно набрать. То есть, вот самые такие дикие... Ну, не то чтобы вред, а это, скажем, можно записать в народный фольклор. То есть, как он преломлял. Вот эти все недостаток информации. Ну, а в общедоступной литературе про этот корабль не было ничего. Что произошло дальше? Значит, я, когда переехал в Санкт-Петербург, ну, примерно через 5-6 лет я пришел к выводу, что у меня там были разрозненные фотографии. Думал, что надо как-то восстановить, собрать воедино вот эти вот разные кусочки. И начал восстанавливать цельную историю. То есть, собирать стадии, которые были. Значит, перелил интернет, все, что было там, различные сведения. И итогом явился в живом журнале цикл «Четыре жизни Советского Союза». Я его опубликовал 10 лет назад, в 2011 году. Он был у меня выпущен в четырех частях. То есть, две части мои воспоминания. Как я там проникал на этот пароход, как меня ловили, значит, изловили, потом привели в рубку, потом, значит, вернули обратно. Как я ходил на круизе, что я видел. И две части были посвящены именно истории. Но поскольку журнал был достаточно популярный, перископ, то мне через какое-то время начали, ну, кто начал читать, видимо, те, кто ходил, начали, во-первых, присылать кое-какие личные воспоминания или ссылки. А самое главное, стали присылать личные фото. Те Камчадалы, кто ходил по... или Камчадцы, некоторым не нравится слово Камчадалы, я знаю, да. Кто ходил в каких-то рейсах на этом турбоходе. Ну, вот, например, это 1972 года снимок не был прислан. Вот, присыл, да, вот, сразу из двух источников. Это тоже швартовка в Петропавловске с буксиром. Судовой врач, снимок 1976 года. У меня там записано фамилия и имя, но сейчас я ее не перезаписал для планов. Так, ой, так, нет, не туда. Вот, значит, и таким образом, значит, у меня сложилась достаточно приличная именно коллекция изображений Советского Союза. Ну, где-то у меня порядка 120 и порядка 10 воспоминаний. Ну, и постепенно, что мне попадает в руки, естественно, я пополняю. Так вот, теперь я вам рассказал, почему я связан с этой темой и как я с ней познакомился. Теперь давайте перейдем именно к истории этого корабля. Даже это не только судно, для меня это корабль, потому что у него настолько невероятно богатая история, что может позавидовать, наверное, большинство его морских собратьев. Итак, начнем с предвоенной Германии, Второго рейха. Что представляло судоходство Германии кайзеровской, ну, к примеру, в начале 20 века? Это была вторая судоходная держава мира, и в том числе по пассажирскому судоходству. Значит, там была основана компания, я аббревиатуру скажу, ХАПАГ, есть ее немецкая расшифровка, но английская расшифровка, более распространенная, это Гамбург Америка Лайн, англицизм. Основана была в 1847 году, еще до образования Второго рейха, но именно всемирную силу она приобрела как раз в 1890-х годах, когда стало массово строить трансатлантические лайнеры и занимать на рынке, ну, такое большое место, конкурировать с англичанами, которые к этому относились очень болезненно и ревностно. Но, однако же, довоенный концепт, довоенный, я имею в виду до Первой мировой войны, то есть начала века, можно сказать, дореволюционный, если право. Концепт кораблей тогдашних, трансатлантиков, он сильно отличался. Хапак строила гигантские лайнеры, вот это, например, на снимке мы видим лайнер Император, 52 тысячи тонн водоизмещения, и он даже немножко больше Титаника. Ну, правда, он немножко другой силуэт, естественно, имеет, но концепт, в общем-то, одинаков. Что отличало суда того времени? Во-первых, они стремились к скорости, то есть, если вы помните, есть такая голубая лента Атлантики, которую вручали самому быстрому судну на этой линии. Вот, это обладатель, один из обладателей этой ленты, и, естественно, поскольку ставка была на скорость, то это очень мощные двигатели, причем не очень совершенные, и большая вибрация. То есть, для пассажиров уже это определенное снижение комфорта. Вот. Второе. Недостаток шлюпок тогда безопасности не уделяли особого внимания, вплоть до катастрофы Титаника. То есть, только когда утонул Титаник в апреле 2012 года, только тогда начались вот какие-то значимые меры, чтобы оснащены были полностью всеми шлюпками, чтобы шлюпки можно было спустить во время крена любого, там, ну, до 45 градусов и так далее. А самое главное, был очень большой разрыв в классах. То есть, первый и второй класс могли пользоваться всеми сервисами судна, ресторанами, там, какие-то, какие-то, синематографами и так далее. А третий класс, он был намного дешевле, и это были люди, которые, эмигранты, которые ехали в трюме, вот в нижних уровнях кают, и которые не имели права доступа на верхние и средние палубы, то есть, их пространство, в общем, было ограничено. Вот. И вот этот вот разрыв классов, разница, это был как раз именно довоенный концепт. То есть, там они были, третий класс был очень скученно, скомпонован, а на первый и второй класс это были такие шикарные каюты с выходами там в разные всякие зимние сады там и прочее, и прочее. Ну, такие были реалии. Президентом Гамбург Америка Лайн Хапага был судовладелец, знаменитый Альберт Баллин. Вот он у нас на снимке. Значит, он, можно сказать, выносил эту компанию, вывел ее на мировой уровень. Ну и вот, значит, что идет, происходит дальше. Германия, Второй Рейх, проигрывает Первую мировую войну. Альберт Баллин покончил жизнь самоубийством в день капитуляции Германии. 9 ноября 1918 года он застрелился. Ну, он был, конечно, очень популярной фигурой в морских кругах, и его память, естественно, чтили. Но, тем не менее, он уже не мог выдержать вот этого позора поражения и застрелился. Ну, он-то застрелился, а жизнь у нас не заканчивается. И когда Германия столкнулась с реалиями после войны, нам нужно было как-то выживать, то Хапаг выжил, эта компания, она осталась. И через несколько лет после поражения, когда уже надо было как-то все-таки начинать по-новому жизни, решили заложить серию более скромных судов, чем такие, как Deutschland, Imperator, которые я показывал. Они были приблизительно в два раза меньше. Однако, концепт их был совсем другой. И вот вы видите, значит, первый лайнер головной Альберт Баллин в честь президента, который застрелился. Второй Deutschland, Гамбург и Нью-Йорк. Так вот, наш с вами любимый Советский Союз, это был первый головной корабль этой серии. И назывался он Альберт Баллин. Значит, что означало новый концепт Трансатлантика? Вот это первоначальный вид Альберта Баллина, когда он вышел на линию. Как видите, он довольно-таки прилично отличается от привычных нам обводов и труб, трубы Советского Союза. Новый концепт после военной, после Первой мировой войны включал в себя. Скорость снизили, чтобы не было вибраций, и было больше комфорта. Это еще нужно было для экономии топлива, потому что оно стало дороже, это стал такой ресурс уже более ценный. Во-вторых, радикальное сближение классов. То есть уже после военной реалии, после Первой мировой, они в себя включали, что все-таки люди, нужно их так резко не ранжировать. И впервые на судах этой серии появился полноценный туристический класс, который бывший третий класс. То есть да, это были достаточно скромные каюты, но во всяком случае они были приспособлены для жизни, четырех-шестиместные, там был и умывальник, и радиотрансляция. И самое главное, у пассажиров был доступ ко всем сервисам судна, а не так, как на бывших довоенных судах типа императора, где только пассажир первого-второго класса был человеком, а третий был никто. Здесь уже, в общем-то, было равноправие. Все могли иметь доступ ко всем ресторанам, барам и так далее. И это отразилось еще и на ценах. Цены тоже, в общем-то, понизились, потому что старались на всем экономить и не пускать пыль в глаза такой показной огромной роскошью, там, фарфоровой посудой, там, саксонской и так далее. Еще один момент, который немецкий сумрачный гений реализовал в этой серии. Это было впервые в мире. Они внедрили успокоители качки, так называемые цистерны Фрама. И вот это дало немецкому флоту после войны, после проигрыша войны. Огромное преимущество в конкуренции с англичанами и французами, которые тоже через Атлантику строили суда. Вот, если мы вспомним, наверное, читали одноэтажную Америку Ильфа и Петрова, как они описывали вибрацию, страшную вибрацию на Нормандии, рекордной Нормандии огромной, французской, где буквально даже не было возможности нормально разговаривать. То есть, третий класс располагался там поближе к двигателям, вот в этих вот зонах. Так вот, суда класса Альберт Полин не имели этого недостатка. Во всех каютах там можно было нормально существовать, потому что ни вибрации не было, и качка была снижена. И вот писал даже Ливерпульский коммерческий журнал, я процитирую, это за 26-й год. На рождественской неделе мы видели один из немецких лайнеров, оснащенных системой успокоения качки, плывший совершенно спокойно, в то время как наш пароход качало так сильно, что мы едва удерживались на ногах. Эти немецкие суда настоящие новинки в судостроении. Осклицательный знак. И наш, с вами, нашего, значит, корабля-символа днем рождения, ну, спуск на воду состоялся 16 декабря 1922 года, а день рождения его можно праздновать 4 июля 1923 года, когда он впервые отправился в рейс в Нью-Йорк. И началась его трансатлантическая карьера. Вот так он выглядел. Вот здесь видно еще вид старых, где не застеклены надстройки, которые выходят на нас. Ну, и вот можно посмотреть немножко интерьеры, старые немецкие интерьеры, как они выглядели. Значит, это Альберт Балин с кормы. Значит, вот его характеристики. Вот. Ну, мы видим, что водоизмещение 20 800 тонн, гораздо больше, чем Иван Франко после военный советский флагман. Двигатели были две паровых турбины и мощность 13 500 лошадиных сил. Выдавал он 16 500 в первоначальной модификации и вез более полутора тысяч пассажиров при экипаже в 415 человек. Вот такой вид это были 23-29, то есть первые 6 лет. Вот интерьер как раз экономического класса, который раньше, в дореволюционное время, это были, так сказать, крестьяне приниженные, жившие на нарах весь рейс, такие многоместные. Так вот теперь вот каюта экономического класса выглядела так, как видите, вполне прилично для 25-го года. То есть есть 2 или 4 места, свой умывальник, шкаф, радиотрансляция, зеркало, полотенце, два стула и сбоку еще мог быть диван. То есть уже вполне нормально. И вот пассажир мог в общем-то за недорого уже гораздо дешевле купить билет и отправиться в Америку. Интригу нужно держать. Поэтому мы прервем лекцию Сергея Сигачева, чтобы вернуться к ней в одном из ближайших выпусков моего видеодневничка. теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня и от гостей моего канала, каковым относится Сергей Сигачев сейчас узнавать что-то новое о Камчатке. Если не нравится, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пожалуйста, пишите комментарии вот там внизу под роликом. А ежели вы на моем канале впервые, первый раз, ежели вам не стало скучно и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации, которые вы не будете пропускать, новые ролики на канале. Вот это подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться. Из красной стала светло-серой и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые ролики на канале. До свидания.